Квентин Тарантино и Роберт Родригес Квентин и Роберт всегда с нетерпением ждали выхода фильмов друг друга. Почти одновременно они загорелись идеей снять фильмы в жанре грайндхаус. Именно с этой идеей они направились к братьям Вайнштейнам. И творческий процесс закипел. Доказательство смерти. Рабочее название картины «Удар молнии». Доказан и факт, что под звучащим в оригинале «Deathproof» имеется в виду смертистойкость, неубиваемость машины главного злодея в исполнении Курта Рассела. Его герой, каскадер Майк, несколько раз говорил об этом в фильме. Но по чьей-то воле было решено перевести для русского проката картину именно так. Героями данной картины оказались отважные девушки, которым не посчастливилось попасть в поле зрения маньяка, каскадера Майка, который, очевидно, в автомобильных трюках свернул все свои мозги. Каскадер Майк буквально упивается убийствами. Этот больной ублюдок использует не только красивых девушек, но и красивые культовые автомобили «Додж» и «Шеви». И все бы Майку везло до тех пор, пока он не вытянул несчастливую карту. Следующие жертвы он выбрал девушек из Голливуда. Первая часть картины показывает историю преступления от начала и до кровавой развязки. Режиссер ведет повествование, каким образом маньяк выслеживает жертву. Заводит как бесслучайное знакомство, которое в принципе не нужно ему, и жестоко расправляется с несчастными. Хотя знакомство он, скорее всего, заводит, пытаясь немного погреться в лучах славы своих прошлых заслуг в кино. Вторая половина фильма показывает совершенно другую компанию девушек, вращающихся в другой среде. А, следовательно, и девушки там более боевитее. Не на тех нарвался старый пес Майк. Доказательство смерти буквально напичкан отсылками, как к фильмам самого Тарантино, так и к фильмам и сериалам прошлых лет. Словно набитый до отказа вещами чемодан, из которого торчат цветастые рубашки 60-х-70-х годов. Невозможно оценить этот фильм по достоинству и словить, как говорится, все фишки, если не знаешь историю самого жанра эксплуатационного кино. Прибавьте к этому особенность всех фильмов Квентина. Потрясающие диалоги, которые плохо поддаются переводу и которые просто необходимо слушать в оригинале. Но тут, конечно, необходимо обладать отличным английским, так как говорят в фильмах Квентина много, быстро и используют американский жаргон. В одном из интервью Квентин пояснил, как ему удалось прописать в сценарии, диалоги и повседневную болтовню ни о чем между героинями фильма. Ответ оказался прост. У режиссера есть несколько друзей девушек. И с его слов он неплохо изучил психологию общения между женщинами. Поэтому та же сцена, снятая одним планом, идущая около 10 минут, смотрится так убедительно. Очень многие после просмотра не поняли прикола с искусственным состариванием пленки. Конечно, таких дефектов на протяжении всего фильма не было ни в одном кино 60-х-70-х, если, конечно, бобины с пленками не эксплуатировались беспощадно. Все это было сделано режиссером как дань уважения к жанру грайндхаус. Поэтому для зрителей, не так углубленно знающих кино, выходили версии фильма без царапин на пленке. Музыка к этой кинокартине не писалась специально. Квентин Тарантино отбирал знаковые музыкальные композиции из фильмов прошлых лет. Так что с музыкальным оформлением здесь полный порядок. Операторская работа была совмещена с функцией режиссера, так как операторские ракурсы Тарантино мог доверить только себе, стараясь сымитировать операторскую работу 70-х годов. Роль каскадера Майка заслуженно досталась Курту Расселу. Он смотрится в ней органично и круто. У меня этот актер всегда ассоциировался с фильмами прошлых лет, так что Курт актер старой школы и прекрасно знает, что такое эксплуатационное кино и, как выразить на экране, образ посочнее. Актриса Зои Белл, дублерша и каскадер, которая играет одну из главных ролей, выполнила все трюки в фильме сама, так как в повседневности зарабатывает на жизнь в Голливуде, делая трюки за звезд. За отрывание ног, раздрабливание голов и другие кровавые спецэффекты отвечала компания KNB FX Group, которой давно и плодотворно сотрудничают и с Тарантино, и с Родригесом. Стоит отметить, что Роберт Родригес сам занимается спецэффектами и имеет довольно-таки неплохую студию по визуальным эффектам, но за практическими эффектами всегда обращается к ребятам из KNB. Кинокартина вышла в прокат 6 апреля 2007 года в сдвоенном показе с фильмом Роберта Родригеса «Планета страха». Сказать, что проект друзей провалился, это ничего не сказать вообще. Сборы составили около 26 миллионов баксов. Братья Вайнштейны думали-думали и придумали, как выжать еще немного сока с этого проекта. Они разделили проект Грайнхаус и обязали Тарантино и Родригеса слегка перемонтировать свои фильмы. Так доказательство смерти вышло отдельным фильмом на экраны. Этот фокус мало чем помог, и фильм Тарантино добрал еще 30-точку миллионов. К сожалению. Также, к сожалению, отмечу, что во время съемочного процесса и перед премьерой Квентин Тарантино постоянно признавался в любви к жанру Грайнхаус, и заявлял он это весьма крикливо, а также возлагал большие надежды на фильм. Но стоило кинокартине провалиться финансово, как Тарантино спустя несколько лет в интервью газете «Голливуд репортер» назвал доказательство смерти своим самым худшим фильмом. Но что плохо зрителю, хорошо критику. И наоборот, критиканам кино понравилось. Его даже показали на Каннском фестивале и выдвинули на одну из номинаций. Подводя итог, стоит отметить, что получился, на мой взгляд, замечательный фильм-стилизация. Дань уважения эксплуатационным фильмам с точно реализованными деталями. Еще бы! Сколько Тарантино пересмотрел подобных фильмов, работая в прокате видеокассет. Ну а для тех, кто не рубит в жанре Грайнхаус, фильм может показаться скучным и нелепым. Искренне надеюсь, что все же фильм зрителям моего ютуб-канала понравился, как и мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова